МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Вот и пригодились торговые центры. Власти региона определились с новым местом для ковидного госпиталя. Министры в отставку. Какие еще требования прозвучали на пикете недовольных Минздравом края? Падение рубля, ослабление санкций. Как выборы в США, которые стартуют меньше, чем через сутки, отразятся на жителях края и страны? Власти наконец определились с местом, где в скором времени развернут ковидный госпиталь сразу на несколько сотен мест. Выбор пал на супермаркет-посудоцентр. Известно, что новый госпиталь возглавит главный врач 8-й больницы Ольга Лавриенко. Напомним, от предыдущего варианта геомаркета пришлось отказаться по техническим причинам. Подробности у Валентины Аскеровой. Зря ехали. Посудоцентр закрылся для посетителей. Всех покупателей разворачивают. В это воскресенье торговый центр начали готовить под ковидный госпиталь. Площадь в 15 тысяч квадратных метров позволит разместить до 600 пациентов. У меня дочь работает вон в стройгазовской. Там людей некуда ложить. Так что госпиталь нужен. Сейчас посудоцентр не пускают. Магазин еще не съехал. А тут активно вывозят товар и уже работают волонтеры. Они начали уборку помещения. А что будете делать? Какие работы? Разгружать, убирать что-то? Если честно, нам еще не сказали. Но мы будем убирать мусор. После геомаркета, который комиссия запарковала еще на прошлой неделе, власти, проектировщики, пожарные службы рассмотрели около 10 других вариантов зданий. Специалисты искали одноэтажное помещение, большой площадью, с удобными подъездными путями и максимально безопасное. Таким критериям отвечал лишь посудный супермаркет. Он принадлежит управляющей компании «Союз». Ее руководитель Владимир Атмашкин разрешил впустить сюда ковид-пациентов. При этом магазин не закрывается. Примерно через месяц известно о месте, где будет открыт магазин. И точная дата. Как вы, в принципе, восприняли новость сотрудники, что вы переезжаете, что здесь будет ковидный госпиталь? С понятием, с пониманием. Все работаем. Вчера до 10 часов работаем. Запустить госпиталь рассчитывают в максимально короткие сроки, сообщил сегодня глава Барнаула на аппаратном совещании в правительстве региона. Напомним, что Вячеслав Франк возглавил рабочую группу, которая всю прошлую неделю подыскивала подходящее здание. А теперь будет заниматься созданием госпиталя. Работы по переоборудованию госпиталя будут идти в три смены. За масштабной стройкой можно будет наблюдать в прямом эфире. На сайте мэрии в ближайшее время будет организована трансляция с места событий. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Бийске тоже сейчас решается вопрос об открытии еще одного госпиталя. Так почему его не разместить на уже готовой базе инфекционного отделения городской больницы? Этот вариант, как заверили в Министерстве здравоохранения, рассматривается, но никаких действий пока не предпринимается. При этом статистика смертности от ковида продолжает расти. Прежде чем попасть в провизорный госпиталь, который находится на базе инфекционного отделения центральной городской больницы, снаряжаемся вот в такие специальные защитные костюмы. Надеваем маски, перчатки, бахилы обязательно. Риск подцепить опасную заразу очень велик. Каждый день специалисты медучреждения имеют дело с больными, у которых подтвержден COVID-19. Пациентов с коронавирусом бийская инфекционка принимает круглосуточно. Отделение сейчас работает в статусе провизорного госпиталя. По сути, здесь должны находиться только те, кто контактировал с зараженными или те, чей диагноз ковид еще не подтвержден. Пациентов очень много положительных. Например, 30 больных лежит в отделении, из них на следующий день в обед приходит 28 плюсов, 28 положительных. Перевезти их сейчас очень сложно, очень трудно. В ковидных госпиталях мест нет, в крае мест нет. И они у нас находятся по три, по четыре дня. Основная часть пациентов – это пенсионеры и люди, кому за 40. Некоторые поступают в тяжелом состоянии с поражением легких более 50%. В ковидный госпиталь я не смогла попасть. Здесь, видите, как получается, что инфекционная больница лечит все-таки ковидных больных. Тех, кто не может дышать самостоятельно, подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. Оборудование имеется. Сегодня в работе два аппарата ИВЛ. Есть еще два. Специалисты медтехники их уже устанавливают. Также есть своя реанимация. В инфекционном отделении 11 кислородных точек. Этого, конечно, недостаточно, но в ближайшее время только на первом этаже их планируют увеличить вдвое. Вот женщина находится. Женщина тяжеловатенькая. В средней степени она не реанимационная, но состояние у нее нелегкой степени. Она находится постоянно на кислороде. Видите, у нее трубочка в носу. Это кислородный подвод, подводка кислородная. Она постоянно, вот уже вторые сутки, она легла позавчера, с позавчерашнего дня. Женщина находится на кислороде. Три этажа и три полностью изолированные лестницы инфекционного отделения позволяют разделить пациентов по диагнозам, чтобы они не пересекались. Врачи уже продумали, как организовать работу. Сейчас людей с ковидом размещают на первом этаже в специальных боксах, а также на третьем. На втором этаже лечат пациентов с другими инфекциями. Дети и взрослые с ОРВИ лежат, те, у которых ковид отрицательный, они получают лечение, долечиваются, как обычно. Всегда это и было. А что с ними будет, когда здесь, возможно, откроют ковидный госпиталь? Ну, не знаю, как руководители наши, но мы планировали здесь все так и оставить. Потому что здесь, во-первых, абсолютно изолировано отделение. То есть мы можем с того приемного покоя детей поднимать, ну, детей взрослых поднимать сюда. Здесь у нас палаты и полубоксы. Мы можем разные нозологии разделить, разместить, чтобы они вместе не были. Корпус инфекционного отделения ЦГБ сегодня позволяет в короткие сроки развернуть ковидный госпиталь почти на 100 мест. Есть компьютерный томограф, аппараты УЗИ, бронхоскоп, своя клиника-диагностическая лаборатория, специалисты. Помещение оборудовано рециркуляторами и ультрафиолетовыми лампами. Во время недавнего ремонта в отделении сделали вытяжку с бактерицидными фильтрами. И что еще очень важно для пациентов с патологиями, в шаговой доступности прямо на территории находятся узкие специалисты. Все это позволяет медикам действовать оперативно. Прислали нам требования, какие у нас должны быть к организации госпиталя. Ну, больше, наверное, 80% у нас все это уже есть. Но мы, собственно, и работаем как ковидный госпиталь, только статуса его не имеем. Этот статус, за который медики бийской инфекционки бьются несколько месяцев, позволит отделению получать лекарства для лечения именно больных коронавирусом. Персонал госпиталя в полном объеме будут снабжать средствами индивидуальной защиты. Изменится режим работы в красной зоне. Он будет почасовым. А еще не придется перевозить больных из отделения в госпиталь, что тоже негативно сказывается на их состоянии. Ну, это было бы положительно для пациентов, поскольку они бы сразу поступали здесь и получали полностью реанимационную помощь, в том числе вплоть до ИВЛ. Создать ковидный госпиталь на базе инфекционного отделения ЦГБ можно в кратчайшие сроки и при минимальных затратах. С точки зрения здравого смысла для Бииска и соседних районов это самое рациональное решение. Ввод в арсенал борьбы с ковидом инфекционного отделения позволит качественно подготовить другие помещения, если эпидемия не пойдет на спад. Важно выиграть время, потому что каждый день промедления отнимает человеческие жизни. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Тем временем жители Алтайского края в очередной раз потребовали отставки Дмитрия Попова. Барнаульцы и жители Новоалтайска вышли на согласованный пикет, чтобы выразить недовольство работы Министерства здравоохранения Алтайского края. По их мнению, руководство ведомства не сделало никаких выводов после первой волны коронавируса. Критикуя «Предлагай», что предлагают участники пикета в нашем сюжете. У меня соседка, у нее маленький ребенок, затолкнул бусинку в нос. Она не могла найти помощи медицинской, чтобы вытащить эту бусинку. Ее из одних дверей в другие двери пихали. Даже самая элементарная медпомощь в Алтайском крае сейчас недоступна. Ковид-ситуация в регионе – одна из худших в стране. В этом уверены участники пикета, недовольные работой местных чиновников. Жители на Валтайском месяц назад потеряли единственную в городе больницу. В ней разместили ковидный госпиталь, который, несомненно, нужен. Но теперь, например, пациенты с почечной недостаточностью несколько раз в неделю вынуждены ездить на гемодиализ в Барнаул. Есть у нас огромное здание, новое почти, это туберкулезная больница, которая стоит пустая, и люди в недоумении. Почему там не разместили ковидный госпиталь? Зачем одну единственную семиэтажку пустили под ковидными больными? Речь идет о противотуберкулезном диспансере в Новоалтайске, в прошлом санаторий Белоярский. За 9 лет на долгострой было потрачено более полутора миллиардов рублей. По мнению местных депутатов, здание можно было давно довести до ума, ведь времени на подготовку ко второй волне коронавируса было достаточно. То же самое касается и дефицита лекарств. Все равно, как бы ни говорили, что это люди виноваты, что они там бездумно скупают антибиотики, по факту же, если вы знали, что будет вторая волна, нужно было подготовиться к этому, обеспечить необходимыми запасами. Вместо этого, говорят участники над людьми, просто издеваются. Только за последние две недели представители Минздрава столько раз отличились своими перлами, что лучше бы и вовсе молчали. На самом деле, хорошо, что этих препаратов нет в обычном доступе, потому что на сегодняшний день, каждый назначая сам себе серьезные препараты, наверное, больше бы навредил, нежели бы помог самому себе. То еле дышащим жителям края говорят не заниматься самолечением, то рекомендуют есть квашеную капусту и измерять сатурацию дома с помощью гаджета. Кульсоксиметры – это прибор, который настолько четко. Они есть в гаджетах во многих сейчас, которые, кстати, неплохо мерят. Но лучший приборчик, он стоит от тысячи рублей в интернете, можно его взять. Нескорая скорая помощь. В очереди в больницах десятки умерших жителей края, которым вовремя не оказали помощь. На своей ли должности находится министр здравоохранения края. Этот вопрос участники пикета адресовали Виктору Томенко. Кстати, летом почти 6 тысяч человек подписали петицию за отставку Дмитрия Попова. Может быть, логика такая, что коней на переправе не меняют, и его отправят в отставку после эпидемии. Но не будет ли это слишком поздно? Имеем ли мы моральное право подождать и пожертвовать здоровьем и жизнью еще какого-то количества наших земляков, дав министру доработать? Многие люди на вот этой сложной эпидемиологической ситуации, они попросту наживаются. Также участники пикета написали обращение к министру здравоохранения России Михаила Мурашко. Активисты просят провести проверку в Минздраве края, а также помочь с закупкой дополнительных машин скорой помощи. Болячек куча. Сейчас только Бога молю, чтобы не прихватило сильно. Встаю утром и говорю спасибо Богу, что еще я сегодня живаю. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, День Столка. Между тем, стало известно, что около 16 миллионов рублей Алтайский край получит на оснащение лабораторией для диагностики коронавируса. Направленные средства должны повысить точность тестирования и увеличить охват населения новейшими методами диагностики. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. И вот, кстати, за сутки в регионе выявили 227 новых случаев заражения. Умерло 9 человек с диагнозом COVID-19. Таким образом, уже почти 800 жителей скончались от инфекции. На данный момент более полутысячи пациентов в ковидных госпиталях края находятся в тяжелом состоянии. Из них 178 подключены к аппарату ИВЛ. К другой теме. За свой мусор придется заплатить. Суд впервые обязал алтайского предпринимателя оплатить счет за обращение с твердыми коммунальными отходами. Если проще, отсутствие договора на вывоз отходов не освобождает юрлиц от необходимости погасить образовавшуюся задолженность за услугу. Такое решение суда напрямую отразится на состоянии контейнерных площадок и кошельке жителей. Подробнее в сюжете. Жители элитной новостройки в центре Барнаула начали борьбу против бизнесменов. Последние стали стремительно заполнять сначала арендные площади на первых этажах, а потом, как следствие, и мусорные контейнеры. К моменту, когда мы приехали, дворник уже успел все убрать. Но, по словам представителей ТСЖ, рядом с контейнерами постоянно копятся груды мусора. А все потому, что бизнесмены не хотят выбрасывать отходы по правилам. Нежилые помещения не заключают договор на вывоз мусора. И наши мусорные баки завалились мусором. Мы направили в специальные органы о том, что попросили нежилые помещения заключить договора. Но нас проигнорировали. Договора не заключены. И, честно говоря, в глаза нежилые помещения мне просто посмеялись и сказали, ну хоть где-то халява проканает. Халява – это значит не заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором, а сваливать все в первый попавшийся контейнер и прикладывать обязанность по оплате услуги на жителей. С этим горожане сталкиваются с самого начала мусорной реформы. И мы сами неоднократно снимали сюжеты о предпринимателях, желающих сэкономить. И даже участвовали в рейдах, в попытках поймать любителей халявы. Впрочем, подобная практика подошла к своему завершению. И арендаторы площадей в Барновольской многоэтажке будут обязаны соблюдать правила обращения с ТКО. Арбитражный апелляционный суд Томска уже постановил взыскать с алтайского юридического лица почти 60 тысяч рублей. Предприниматель при заключении договора с региональным оператором указал не все торговые точки. А значит, часть мусора либо вывозил на несанкционированные свалки, либо выбрасывал в чужой контейнер. Решение суда в пользу рекоператора – это, по словам специалистов, правовой прецедент для всего региона. Суд признал, что исключительным субъектом, который имеет право осуществлять обращения с твердыми коммунальными отходами, является региональный оператор. Следовательно, все предприниматели, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность, обязаны оплачивать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами именно в пользу регионального оператора. Согласно решению суда, даже если договор не заключен, рекоператор все равно оказывает услугу в соответствии с типовым договором. Постановка иных выводов создавала бы предпосылки для нарушения собственниками ТКО экологических требований. Путем уклонения от оформления договорных отношений с рекоператором, как единственным возможным субъектом по сбору, транспортированию и захоронению ТКО. Теперь, по словам специалистов, при рассмотрении подобных дел постановление апелляционной инстанции будет браться за основу. Как сообщили представители рекоператора «Экокомплекс», компания уже приступила к подготовке сотен исков к предпринимателям, которые не заключали договор. Счет должникам выставляется с момента начала работы рекоператора с 1 января 2019 года. Оплатить счет будут обязаны и арендаторы площадей в этой элитной барнаульской новостройке. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Ослабление санкций, потепление дипломатии или еще большее падение рубля. Как на Россию отразятся выборы в США – главный вопрос ноября. Меньше суток до голосования, которое уже бьет рекорды посещаемости, половина избирателей свой выбор сделала досрочно. Так у кого больше шансов возглавить Белый дом? И как это все-таки скажется на России и рубле, выясняли мои коллеги. Курс доллара превысил 80 рублей. Последний раз такое было в марте. С этой котировкой начался понедельник, день накануне выборов в США. И такова реакция рынка на голосование, ставя там на победу Джо Байдена. Два конкурента с полюсными взглядами. Дональд Трамп строит стену с Мексикой, Джо Байден за упрощение миграционных правил. Первый осуждает агрессию Black Lives Matter, второй играет на искоренение внутреннего расизма. Республиканец Трамп пытается поладить с Россией, демократ Байден обещает увеличить давление на Кремль. В 2016-м барнаульцы видели в Трампе пророссийского правителя. В 2020-м нет интереса ни к выборам, ни к кандидатам. Да оба одинаковые. Расходимся мы капитально. Там в основном народ-то уже они настроили, что против России. Вам кто больше симпатичен? Ну трудно сказать, если честно, то никто. Вообще политика США в отношении нашей страны за эти четыре года меня расстроила. Если Трамп все на сегодняшний момент по большей части свел к экономическому противостоянию с Китаем, то у демократов как раз больше акцент сделан на именно реализацию региональных интересов, на присутствии, скажем так, в рамках каких-то геополитических проектов. И здесь у России будет больше, скажем так, глубоких осложнений после прихода власти, конечно же, представителей демократов. Американцам о перспективе выбора рассуждать сложнее. По последним акцентполам максимальный разрыв между кандидатами – 12 голосов. И половина избирателей досрочно уже проголосовали. Но независимо от лидера, уверен политолог Константин Лукин, санкции продолжатся. А вот масштабных изменений пока не будет. А будет ли Трамп вмешиваться куда-нибудь в Саудовскую Аравию или зажимать Иран? А что будет делать администрация Байдена с Северной Кореей и Китая? Вот как это повлияет на экономику? Но пока сейчас таких решений, чего-то глобального не будет. Вот опять пандемия коронавируса больше урона экономике приносит и влияние на экономику, чем выборы в Соединенных Штатах. Кстати, скупать доллары сейчас не советуют. Курс сильно не изменится, как минимум, до начала следующего года. Тогда уже, так сказать, рынком будет на что реагировать. То есть будут сделаны заявления, будут назначены ключевые чиновники. И тогда, соответственно, мы уже сможем делать какие-то выводы относительно того, каким курсом будут эти штаты и вообще, возможно, вся мировая экономика. Политические решения уже могут спровоцировать кризис посильнее 2008-го. По мнению экономиста, последствия выборов проявятся к лету 2021-го. Но что точно состоится, так это улица. Политологи уверены, кто бы не победил, протесты будут. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Победители жителей поселка Южный. Стало известно, какие территории Барнаула в следующем году благоустроят в рамках проекта «Жилье и городская среда». В голосовании приняли участие почти 8 тысяч горожан. В итоге наибольшее число голосов, больше 2,5 тысяч, набрала мало кому известная зеленая зона в поселке Южном. А вот, собственно, и она расположена от улицы Герцена 6 до улицы Белинского. По словам жителей, аллея появилась одновременно с поселком и когда-то была и благоустроенной, и освещенной. Долгие годы южане мечтали вернуть ей достойный вид и даже пытались участвовать в голосовании в прошлом году. Но Южный тогда проиграл. На этот раз местные жители организовали целую пиар-акцию. Делали рассылки через WhatsApp, расклеивали листовки, призывающие проголосовать. «В этом году помогло то, что так много даже молодежи, вот все, кто подходит, они говорят, а мы проголосовали, по дорожкам идут, спрашивают, а вы проголосовали, бабушки друг друга, вы проголосовали, администрации спасибо, ТОСу, всем общественным организациям поселка». Сколько средств выделят на благоустройство аллеи пока неизвестно, проекта тоже нет. Но жители надеются, что здесь точно восстановят освещение и положат асфальт, ну или плитку, ведь рядом расположено несколько школ и сейчас детям приходится ходить по грязи в темноте. К слову, на втором месте в конкурсе по благоустройству оказалась Мизюлинская роща, чуть меньше 2500 голосов. Жители индустриального района также развернули в соцсетях целую акцию в ее поддержку. На третьем месте парк «Юбилейный» – самая большая зеленая зона города. Она уже много лет находится в запустении, но достанутся ли ей в этом году средства на восстановление – неизвестно. К примеру, в прошлом году денег хватило только на благоустройство двух первых победителей – парка «Изумрудный» и пересечения улиц Усковой и Взлетной. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube-канале. Также для вас работает телефон нашей редакции 205-545, а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok